Ну, в общем, ортодонты люди хорошие, умные очень, но бывают после них вот такие осложнения. Так что, ну, приходится либо дорешать, либо после. Соответственно, множественные рецессии никто не отменил, с ними надо работать. Если у пациента 28 зубов поражены, мы не можем оперировать по одной рецессии. Это просто преступно, да? Как может пациент, вы же тоже должны понимать, и выдержать это, и финансово тоже же, и по всяким. У меня есть пациенты, которые из других городов приезжают, они вообще просят все сразу делать, потому что у них нет возможности ездить. Я бы по 6 зубов, вот я люблю по 6 по 7 зубов. Вот эти, да, у меня есть работа, когда я пол рта делаю. Да, это еще зависит от того, что нам нужно в этот метод. Если у меня, например, нужно 2 свободных гисневых трансплантата, понятно, да, что я следующую операцию назначаю через 3-4 месяца, потому что должно восстановиться соединительная тканная комплекса, на нёбе, чтобы мне что-то потом опять еще забрать. Там рубцы потом образуются. Где? Да, тоже забывают. На нёбе? Да. Нет, там рубцев не может быть, потому что там плотное соединение с надкосницей. Крупцы могут образовываться только в тех местах, где сочетание свободной слизистой с прикреплением, или 2 свободные слизистой, где вы соединяете. Да, как после вести биллопластики, вот, когда я вот, ну, классическим методом делаю, это сразу вот такая линия белая образуется, да, на переходе. Да, когда ты лично, получается, она затягивается, ничего. Нет, 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 нет. 4 месяца. У некоторых таких, кто помощнее, у них 3. У тех совсем остынники, у них 3, 4. Значит, ротированный лоскут, этот метод в 2000 году предложил профессор Массиво Сантис и Джованни Зукелли, его ученик. С этого момента методика, слава богу, пока никак не модифицировалась. Она предложена для верхней и для нижней челюсти. Для верхней челюсти дизайн лоскута позволяет не выполнять вертикальные разрезы, что, конечно, очень положительно сказывается на результате, на эстетике, и на вообще, как бы, заживлении, на послеоперационном течении для пациента. А для нижней челюсти также все-таки выполняются вертикальные послабляющие разрезы. Это связано просто с анатомическим строением. То, что слизистая на нижней челюсти всегда тоньше и всегда более подвержена перемещениям. Мы говорим и двигаемся только нижней челюсти, да, и нагрузка мимическая, жевательная, очень высокая. Если еще высокий какой-то уровень прикрепления тех же асетерс или крылочелесных мышц, то тоже нюансы, которые нивелируют нашу работу, если мы не сделаем вертикальные разрезы. Поэтому вот существует модификация для верхней челюсти, модификация для нижней. На мой взгляд, абсолютно гениальное решение, вот эта ротация. Чистая математика, ничего больше, все четко, просто и доступно. Единственное, что нужно вникнуть в сам смысл того, как откладываются значения, какой зуб центральный и что куда вращаем. Построен метод на таком же апикально-карональном перемещении вниз. Но за счет смещения центра хирургического сосочка относительно анатомического происходит вкручивание лоскута, как бы, да, вот если трехмерно посмотреть, облегание его вот этих рецессий. Его можно также использовать при однослойных и двуслойных методиках. Здесь никаких противопоказаний и разночтений нет. Также можно и пластический материал ставить, можно комбинировать с аутотрансплантантом, потому что у нас большой очень промежуток, да, уже объем работы очень большой, зубов много. И, конечно, свободный десневой трансплантант взять на 6 зубов, на 7. Да нет, ну вообще, как бы, я не видела такого нема еще пока что. Даже я видела, но там не надо было. Знаете, это готическое, которое с фото можно три раза накрасить. Вот, ну, конечно, такая это редкость, поэтому комбинации какие-то допускаются. Ну, как правило, в данном случае предуслойных методиках трансплантата, аутотрансплантата или пластический материал, пародонтологический, он фиксируется в местах, где самая глубокая рецессия, или в центральном зубе, который является центральным зубом самой операции, или в местах, где совсем нету прикрепленной десны, то есть это второй класс, да, как правило. Вот этот выбор за вами всегда, когда вы принимаете решение, куда будут устанавливаться пластические материалы и аутотрансплантат. Подождите, мы только начали, да, с каких примеров? Вы еще методику даже не рассмотрели, а примеров будут очень много. Значит, как мы производим этот выбор? Это дифференциальная интегральная такая же схема, только не таблица. Она построена на тех же самых значениях. Есть кератинизированная десна, а пекально нету. Есть тежи мышечные нету. Это такая же подсказка, как и таблица. То есть вот при множественных рецессиях вы можете пользоваться вот этой подсказкой. При одиночных, да, таблицах. Я попрошу вот нам распечатывать таблицу и вот эту схему, чтобы каждому, да, выдать после окончания. Ну, противопоказания для ротированного лоскута это третий, тоже под вопросом, потому что, как мы уже говорили в самом начале, он может быть разный, третий класс. Если убыль до одной, второй сосочка не произошла, то есть на грани вот этой одной, второй, значит мы еще можем сделать, потому что у нас будет зона, в которой мы будем фиксироваться. Если, конечно, уже меньше и четвертый класс, то ротированного лоскута впадает. Сначала мы будем какие-то пластические мероприятия для воссоздания сосочка производить или что-то еще. Также является высокий уровень клинического прикрепления. Ну, это, конечно, когда рецессии щелевидные по 7-8 мм и так далее. Вот это то, о чем мы говорим, тот комплекс скани очень высоко, когда не сделать эту ротацию вниз. И мелкое преддверие полости рта. У них произошло разночтение. Зукелли пошел дальше своего учителя. И Санктис не подписался по следующей операции. Он делает при мелком преддверии полости рта ротированный лоскут. Он делает два послабляющих вертикальных разреза. Исекает кусок подбородочной мышцы. Увеличивает преддверие закрытым доступом. И сразу оперирует рецессией. И устанавливает еще свободный дисневой трансплант. Я это делала. Травматично. Закрыто. Мой лоскут открыли. Изнутри все. Я делала несколько раз. Пациенты выглядят жутко. Но синяк это как бы самое меньшее. Но результат вот у меня есть там 4-5 летней давности хороший. Ну правда. И нету ни рубцов отвезти было пластики. И мы одной операцией обошлись. Но травма, да. То есть я не с каждым пациентом. Такие пуски. Нету. А там же ничего не рассекается. Мы же работаем в пределах двух кулаков. А ментальное отверстие у вас между четвертым и пятым зубом. Два, четыре. Это не пиле. Но мне слава богу везло. Нету. Там ничего нету такого. Но даже если там будет парастезия, на 6 месяцев восстанавливается, назначайте нейромультивит на мельгаму. Да. Я просто очень сижу и парастезия забора с подборной дочинами до свидетельства. Ну как парастезии достаточно. А вы травмируете надкосницу? А мы травмируем надкосницу здесь не трогаем. Мы к ней только там подшиваемся в одном месте, да и все. Забор блока – это костная травма, конечно. Там очень много осложнений. Там может быть парастезия в проекции на другую даже сторону такое бывает. Мы здесь же даже надкоснице почти не прикасаемся. Там совершенно другая просто работа. Там сепарация мышц от слизистой, собственно, происходит. И вы иссякаете вот этот кусок мышцы, который под слизистой находится. Спасибо. Спасибо.